Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана, в студии Велла Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о том, что расскажем вам сегодня я и мои коллеги. Почетные гости, подарки и итоги. О последнем дне российской выставки «Овец и коз» расскажем через минуту. За ними тоже нужен уход. О пользе и вреде домашнего кондиционера смотрите в специальном материале наших корреспондентов. Реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего прибыли в Татарстан. О том, где пройдет выставка, узнаем в выпуске. Не борьбой единой. Общекомандной победой махачкалинских гимнастов завершилось первенство Дагестана среди детей. Российская выставка «Племенных овец и коз», которая проходила в эти дни в Каспийске, официально закрыта. Участие в церемонии принял премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, а также делегации Совета Федерации Ростовской области и других регионов страны. Почетным гостем стал муфтий республики шейх Ахмат Афанди Абдулаев. Все подробности последнего дня мероприятия в сюжете Карима Гамаева. Красота и разнообразие представленных тут пород просто впечатляет. И что самое главное, на выставку приходят не только овцеводы с сельскохозяйственниками, но и семьи с детьми. Для детей это своего рода контактный зоопарк. Ну а для профессионалов-животноводов это и праздник, и работа. Отряда породистых красавцев и красавиц разбегаются глаза. Племенные козы и овцы из 30 регионов страны. Все представленные предприятия привезли лучших из своего поголовья. Посмотреть на закрытие выставки прибыли почетные гости, премьер-министр республики и муфтий Дагестана. Посмотреть на выставки действительно было на что. И самая длиннорогая коза и непривычные для России породы. Для участников последний день выставки выдался напряженным. Все они находились в ожидании главного приза победителю. Но перед этим некоторые из них получили индивидуальные награды. Как и полагается настоящим чемпионом, у представленных тут овец есть своя большая полка для наград. Допустим, этим также и в этом году посчастливилось стать чемпионом. Танцы, самовар и дружеские беседы. Несмотря на соревновательный оттенок, атмосфера на выставке царева дружеская и праздничная. Официальную часть награждения открыл муфтий республики. После приветственных слов в адрес собравшихся, духовному лидеру вручили и подарки. Я себя считаю любителем и надеюсь, я тоже буду стараться вас догнать. Здоровья, благополучия, успехов и долгих лет жизни. Еще раз подчеркиваю развитие сельского хозяйства. Ва саламу алейкум ва рахматуллах ва рахматуллах ва рахматуллах. А вот и он, кульминационный момент. В одной из ключевых номинаций дело дошло до главного конверта, где было скрыто имя первого обладателя главного приза. Коллектив из Калмыкии получил за победу автомобиль. Это труд нашего коллектива, который главный труд, который наши животноводы завоевали. Ну и хозяева выставки не остались без приза. Обладателем машины также стали животноводы Хунзахского района республики. Но руководитель СПК решил отказаться от награды и отправил автомобиль в зону СВО. 42 человека с нашего села, Анусинцево. Это небольшое СВО тоже. Я думаю, я так хочу, я думаю, весь СМА тоже будет довольнее, весь Тагестан тоже будут эти ключи. Эта машина, она будет намного полезнее там на Украине участникам этой войны. Ну а итоги выставки подвели в ходе общения с представителями СМИ на итоговой пресс-конференции. Если коротко, все прошло на уровне, ожидания оправдались. Мы должны показывать то, что мы делаем, если говорить на простом языке. Мы должны показать простому народу из чего, что складывается. Поэтому огромная благодарность и Национальному союзу оптеводов, и Министерству сельского хозяйства, что они нам оказали такое доверие именно в самое тяжелое время, в самые тяжелые минуты для нашей Российской Федерации, чтобы эта выставка состоялась именно в Дагестане. Песнями и танцами всех национальностей и народностей именно так наша республика провожает по-настоящему полюбившуюся выставку. Карин Гамаев, Саид Шагидов, Новости ННТ, Каспийск. Ведущих московских и дагестанских специалистов по инфекционным болезням собрала ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция. Прошла она в стенах Дагестанского государственного медицинского университета. Участники затронули самые актуальные вопросы инфекционных болезней. В частности, отказ части родителей в республике от вакцинации детей. По словам экспертов, из-за безответственности некоторых взрослых в нашу жизнь возвращаются болезни, о которых мы не вспоминали десятилетиями. Профилактические прививки это обязательно, это нужно делать, потому что это факт, что из-за того, что те дети, которые детям не были деланы по каким-то необъяснимым причинам прививки, они как раз и заболели. Поэтому у меня просьба ко всем населениям, ко всем родителям, что не надо слушать этих лжи людей. Значения такого рода научных форумов нельзя недооценивать. Подобные мероприятия всегда важны, даже несмотря на общий спад инфекционных заболеваний, говорят эксперты. Актуальность инфекционных заболеваний, она будет все равно сохраняться, несмотря на то, что вот уже говорят, ковид уже пошел на, ну как бы проблема уже решена, все, прошел ковид, будет еще что-то, то есть инфекционные заболевания, они будут всегда актуальны. Как еще мой учитель в свое время Покровский, Валентин Иванович, говорил, это мы у них в гостях, у микробов, они у нас. Домашний кондиционер – настоящее спасение в летнюю жару. Однако, очень важно следить за такой техникой, иначе однажды вместо пользы она начнет наносить вред. Чем могут быть опасны кондиционеры и как ухаживать за климатическими устройствами, выясняла моя коллега Патима Тханапова. Ежедневно кондиционер пропускает через себя большое количество неочищенного воздуха. Вместе с пылью в него попадают микроорганизмы, и на сетке устройства образуется плесень. И если фильтры не чистятся регулярно, то весь этот адский коктейль со временем начинает выдуваться обратно, что, соответственно, пагубно влияет на здоровье человека. Все бытовые приборы, они являются пылесборниками. Это во-первых. И во-вторых, там развивается такое заболевание, как леонез. То есть, поэтому обязательно, прежде чем начинается, скажем, жаркий, атопия, вот этот сезон, подготовить все ваши приборы. Если это вентиляторы, их прочищаем, прочищаем часто. Если это кондиционеры, конечно, их нужно обрабатывать. И не тогда, когда идет самый разгар, а подготовить вот эту всю бытовую технику до начала их эксплуатации. То есть, это очень важно. Кроме пыли, мы знаем, что они могут быть источниками еще и многих возбудителей. Специалисты говорят, постоянное вдыхание плесневых спор может спровоцировать аллергию, бронхит и даже пневмонию. Отсутствие регулярного обслуживания опасно как для здоровья людей, так и пагубно влияет и на работоспособность техники. Регулярная диагностика таких устройств обязательно, говорят специалисты компании по ремонту климатических систем «Лидер Климат». Те кондиционеры, которые у нас находятся бытовые, то, что у нас дома находятся кондиционеры, их как бы два года один раз достаточно. Потому что мы находимся, внутри помещения находятся только всего 5-6 человек максимум. Коммерческие заведения, кафе, рестораны. Их год один раз обязательно. Потому что огромное количество людей, которые посещают, тем самым кондиционер, он же с улицы не берет воздух. Он берет внутренний воздух, допускает через свои фильтры, через радиатор охлаждения и обратно в холох. Уже прохладный воздух в помещении ждет. Поэтому тем самым, чем больше людей, тем больше грязи, пыли. Неприятный запах при работе, повышенный уровень шума или течет вода. Это верные признаки того, что внутри агрегата цветут и пахнут различные микроорганизмы. Но лучше не ждать крайностей и обратиться в заранее в специализированные компании за услугой. Тем более, что лидер «Климат» до конца мая объявляет 15-процентную скидку. Ватимат Ханапова, Нурмагамед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, прибыли в Татарстан. В аэропорту Казани их торжественно встретили представители власти, общественники, религиозные деятели и местные журналисты. Сама выставка пройдет в Болгарии с 20 по 21 мая. Всего вниманию посетителей будут представлены 10 реликвий, которые принадлежали пророку, мир ему, членам его семьи и сподвижникам. Добро пожаловать в землю Татарстана. И примите слова приветствия и доброй молитвы, уважаемый муфтия Камиля Хазрата Самигулина. Когда все это мы видим, наша вера укрепляется, наши сердца озаряются светом, и весь татарстанский народ будет созерцать это. Все гости будут созерцать это. Большое-большое преогромное спасибо, преогромное спасибо муфтию Дагестана Ахмад Хаджи Абдуллаеву, Аллах Разыбулсан, главам республик, кто участвует в этом мероприятии. Хочу в первую очередь передать всем вам приветствия муфтия республики Дагестан Ахмад Афанди. И выразить благодарность за такой теплый прием, за такое почтение, оказанное этим реликвиям. Потому что тем самым своим отношением вы разделяете с нашим муфтием миссию достойного хранения бесценных вот этих реликвий, которые нас переносят в нашу славную историю, историю ислама. И в заключении о спорте. В Махачкале подвели итоги мини-футбольного турнира на Кубок Шамильского района среди ветеранов. Сильнейшего определяли 12 коллективов. К участию допускались футболисты в возрасте не меньше 35 лет. Курбан Рагимов об итогах турнира. Кубок Шамильского района в финале разыгрывают команды Гоор и Кахиб. Футболистам за 35. Несмотря на возраст, оба коллектива показывают высокое мастерство и хорошую физподготовку. Судьба встречи решалась во второй половине. Гоор открыл счет. Кахибцы принялись отыгрываться, провели несколько острых моментов, но до взятия ворот так и не дошло. Футболисты в белой форме успешно сыграли на контратаках. Итог матча 4-0. Кубок Шамильского района Гоор выигрывает второй год подряд. Турнир, как всегда, прошел очень организованно, сплоченно. Можно сказать, игры были зрелищные. Шамильский район, в плане футбола, можно сказать, на пару шагов уже другие районы опережает. Потому что во многом уже сколько лет, 7-8, 9, как я помню, уже ежегодно разные турниры проводятся. Там Чешейр, ветеранский кубок, там Кубок Шамильского района. С каждым годом, с каждым годом игру натаскивают ребята. Все более профессиональные подходы. Тренирован, анимаев. Кубок Шамильского района среди ветеранов проводят в четвертый раз. Турнир призван укрепить дружеские отношения между футболистами из разных сел. Игры проходили в формате плей-офф. Всего в спор за трофей вступали 12 коллективов. Уровень игры и конкуренция на поле растут с каждым годом. Опытная, красивая и слаженная игра доставила удовольствие болельщикам и самим игрокам. Турнир Кубок ветеранов, он всегда проходит с такими положительными эмоциями. И всегда приятно находиться в этой атмосфере, братской атмосфере. Где можно прийти, всех увидеть, пообщаться, поиграть в футбол в свое удовольствие. И я думаю, данный турнир, он как бы это на втором плане, кто станет победителем. Самое главное, что мы проходим сюда, играем в футбол, поддерживаем здоровый образ жизни. И смотрим на ветеранов, которые нам тоже дают как бы хороший пример. Ну и хочу выразить тоже благодарность Генебатова Магомедова, благодаря которому у нас есть повод собираться один раз в год. Я думаю, это хорошее мероприятие. Третьими медалистами турнира стали игроки команд «Телетель» и «Хучада». Чемпионы и призеры получили кубки и другие ценные подарки. Также организаторы учредили призы в четырех индивидуальных номинациях. Лучшим футболистом турнира признали Абдурахмана Гетинова из села Гор. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев, телеканал ННТ, Махачкала. Общекомандная победа махачкалинских гимнастов завершилась с первенства Дагестана среди детей. Отбор на первенство СКФО проходил в Центре спортивной подготовки «Олимпийские вершины». На ковер выходили около 300 участников. Вслед за столичными спортсменами в общем зачете расположились команды из Каспийска и Буйнакска. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Хороших вам выходных, приятных новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова